В преддверии начинающегося на днях чемпионата страны по футболу Акимобласти Бердебекса Парбаев встретился с тренерами и игроками футбольного клуба «Тарас». Состоялся обстоятельный разговор не только о задачах на текущий сезон, но и в целом о стратегии развития игры в нашем регионе. К сожалению, в последние годы клуб значительно сдал свои позиции на республиканской арене, а ведь было время, когда «Тарас» признавался лучшей командой Казахстана. В своей речи перед игроками Бердебекса Парбаев представил развернутую программу развития шамбулского футбола, подробно рассказав о том, какой он видит стратегию областной власти в данном вопросе на ближайшие годы. Смотря в корень проблемы, глава региона определил четкий курс на подготовку собственных воспитанников. Главная команда «Тарас» есть верхушка пирамиды, основанием которой является детский и юношеский футбол. Причем упор надо сделать на поиск талантов в аулах, где зачастую и появляются настоящие самородки. Другое направление – развитие массового спорта, который, несомненно, окажет влияние и на поиск футбольных талантов. Только в прошлом году усилиями областной власти построены 14 крытых физкультурно-здоровительных комплексов и 92 футбольные площадки. В итоге доля занимающихся спортом жамбулцев выросла с 30 до 35%, что значительно выше среднереспубликанского показателя. В наших планах создание интерната, где ребята могли бы параллельно с учебой осваивать навыки футбольного мастерства. Кроме того, необходимо создать академию, где должны работать высококвалифицированные тренеры, умеющие работать с детьми. Другой немаловажный вопрос – обеспечение команд всех возрастов игровой практикой, которая предполагает непременное участие в различных турнирах. Мы должны бережно вести и следить за развитием ребят, чтобы обеспечить безболезненный переход из детского футбола в юношеские, затем в молодежные и, как венец, приглашение в главную команду области. Начиная с текущего сезона, в первой лиге заявлена команда «Елик», где будут проходить обкатку молодые футболисты. В этих целях мы капитально отремонтировали стадион в городе Каратау, где и базируется новый клуб. Кроме того, у ФК «Тараз» должен быть свой сильный дубль, который мог бы в любое время поставлять в основной состав «Тараза» подготовленных футболистов. «Мы должны создать стройную работающую систему на долгие годы и обеспечить преемственность», – отметил Бердебек Сапарбаев. Предыдущее руководство не справилось с возложенной задачей, теперь ее решение возложено на спортивных функционеров во главе с руководителем клуба «Талгатом Турлабайулы». Глава региона подчеркнул, что перед командой стоят три главные задачи. Во-первых, установить строгую дисциплину. Можно привести множество примеров, когда талантливые игроки рано завершали карьеру из-за частого нарушения спортивного режима. Другими словами, надо быть профессионалом не только на поле, но и вне его. Во-вторых, в команде нужно создать здоровый морально-психологический лимит. И, в-третьих, она должна иметь настоящий бойцовский характер, оставляя все силы на поле. «Болельщик может простить многое, если будете оставлять все силы на поле. Вы сегодня в таком возрасте, когда должны глаза гореть. Не забывайте, что работаете на свое будущее. И чтобы стать настоящими профессионалами, необходимо полностью отдаваться игре». Сегодня в команде очень много молодых игроков. Если быть точным, из 25 заявленных на чемпионат футболистов, 18 являются воспитанниками жамбулского футбола. По словам Талгата Турлы-Байулы, были просмотрены 50 местных игроков, из которых отобрали ровно половину. Теперь они начнут проходить обкатку в играх первой лиги и дубля. Кстати, также из дубля в главную команду переведены 6 человек. Клуб осознанно идет на этот довольно рискованный шаг, понимая, что местным молодым игрокам необходимо пройти через серьезные испытания, чтобы прибавлять в мастерстве. В то же время такой ход будет способствовать тому, что другие молодые игроки, занимающиеся в системе клуба, получат хороший стимул для самосовершенствования. Примеры их партнеров будут говорить о том, что у каждого из них есть шанс пробиться в состав главной команды. В завершение встречи Акимобласти Бердебек Сапарбаев сообщил, что для команды приобретут новый комфортабельный автобус. И пообещал, что руководство региона обязательно будет присутствовать на всех домашних матчах и поддерживать команду. Надо только показывать красивую игру, добиваясь в итоге нужного результата.